Доброе утро. Беременность – волнительное время для каждой женщины. Тут и перемены в самочувствии, и целый ворох всевозможных переживаний. Существует множество мифов. Их и обсудим сегодня с врачом-акушером-гинекологом, нутрициологом Инной Саитовой. Доброе утро. Инна Михайловна, доброе утро. Какой срок, на каком сроке можно заменить беременность и по каким признакам? Самый ранний, самый первый срок. Первый симптом, который, наверное, говорит о вероятной, это все субъективно, это все еще не доказательно, это отсутствие задержка месячных. Три дня. И вот тут уже стоит задуматься. Уже стоит задуматься. Вопрос. Почему важно именно на раннем сроке вставать на учет в больницу к врачу? Почему вот к этому так активно призывают? На раннем сроке даже определены сроки. Это до 12 недель. Потому что это срок, до которого можно, в случае, если возникли серьезные проблемы в беременности, в плане закладки, допустим, дефекты, которые не дадут, серьезные отклонения в развитии зародыша, с которыми он не сможет жить, то есть то прерывание. И поэтому до этого срока разрешено прерывание, и именно до него надо встать. Плюс определить какие-то состояния в здоровье женщины до этого срока, потому что ее состояние может не позволять ей вынашивать беременность. Это очень серьезный срок. Да, действительно. А давайте поговорим о еде. Влияет ли как-то вообще еда, то, что употребляет женщина в момент беременности, на плод? И вообще, как это взаимосвязывается? И на каком сроке пересмотреть свой рацион надо начать беременность? Наверное, вообще до момента планирования. Совершенно верно. Мы же, да, мы, по-моему, в прошлый раз говорили о прегравидарной подготовке, когда за три месяца женщине надо разобраться вообще, все ли хорошо с ее питанием, потому что питание очень серьезно влияет. Но есть государства, в которых есть программы по моделированию интеллекта будущего потомства, его внешнего вида. То есть они максимально улучшают рацион женщин. То есть то, чего не хватает, надо восполнить. Например, я вот часто привожу йод. Мы эндемичны территория по дефициту йода. И дефицит йода приводит, например, к нарушенной закладке черепа, то есть лица, неба, ушек. Дефицит йода. Поэтому напрямую влияет. Кто бы мог подумать, да, что вот такие... Ну, наука знает все это, поэтому надо просто доносить информацию. Врачи очень часто во время беременности акцентируют внимание на весе женщины. Его контролируют. Скажите, как вообще лишний вес мамы может отразиться на ребенке? Ну, если говорить о подготовке, лишний вес имеется в виду, патологический лишний вес. Например, ожирение. Это очень серьезное заболевание, которое по статистике отражается плохо и на беременность, и на ребенке. Эти мамы склонны к осложнениям беременности чаще всего, склонны к плохому послеродовому восстановлению. Например, если это было кесарево сечение, то часто может осложняться послеродовыми инфекциями. И это ожирение. Казалось бы, да, привычная вещь, и люди привыкли, но да, у меня лишний вес. Я люблю себя такой, какая я есть. Я люблю себя такой, какая я есть, но беременность – это очень ответственный момент. Вы определяете здоровье и свое, ну, это ваше право, да, там, как болеть, не болеть, но будущего человека. Поэтому надо привести это в порядок до беременности. А на ребенка как это может повлиять? Вот помимо здоровья, если отодвинуть в сторону здоровья мамы? Отличный вопрос, потому что есть исследования, доказывающие, отследили, что мамы, склонные к лишнему весу, эти люди в будущем, для них характерно иметь лишний вес, сахарный диабет, то есть к определенному возрасту вероятность болезни медицивилизации у них увеличивается. Вокруг беременности вообще масса всяческих мифов входит, да, каких-то догадок, додумок всяческих народных. Как вы считаете, вот одна из них просто меня заинтересовала, когда я готовился, про сон на левом боку. Это правда, что нужно спать на левом боку, или это что-то тоже из разряда фантастики? Нет, это не фантастика. С определенного срока увеличивается матка вместе с плодом, да, вместилище. Матка – это вместилище, плод внутри находится, это масса большая. Если женщина спит на спине, эффект происходит аорта. Это сосуд мягкий, перекрывается этой большой массой, и плод недополучает кислород хронически. Поэтому идеальное положение для женщины со второй половиной беременности – это немножечко левый полубок. Но это не значит, что все время на нем надо пребывать. Но чем чаще женщина пребывает на нем, тем лучше кислорода, тем больше кислорода поступает в плоду. Ну, это не миф и не фантастика. А вот с какими мифами вы сталкивались вообще в своей практике? Вот развейте какие-то самые такие основные… Нелепые какие-то, смешные, невероятные. С чем приходят к вам люди, что рассказывают, что говорят? Ну, вот, например, что пришло в голову женщины часто боятся… Раньше миф был, да, если вязать, запутается пуповина, да, и поэтому вот. Ну, не знаю, такой статистики, по крайней мере, не замечается. Потому что в конце беременности и вообще в беременности рекомендуется женщине заниматься все-таки рукоделием. Я не именно про вязание. Если вам не нравится вязать, вышивайте. Я все-таки скажу про это, потому что это успокаивает голову женщины. А беременной очень важно быть спокойной. То есть не быть заумной, умной, достигатором, решать какие-то проблемы, потому что это плохо отражается на беременности. Спасибо вам большое за интересную беседу. На эту тему можно говорить долго и много, вопросов у нас очень много, поэтому мы еще продолжим. Мы посвятим отдельный выпуск этому обязательно. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, с вами мы не прощаемся. Увидимся буквально через несколько минут.